Добрый день, мы в студии Укрлайф ТВ и в гостях на Укрлайфе Василий Вакаров, политолог и эксперт в очень много сферах. Василий Васильевич, приветствуем. Добрый день. Сразу же хочется спросить о том, может быть, что не только, но всех вас и меня волнует как, может быть, проблема людей, проблема граждан Украины, которые все-таки, особенно в течение последнего года, в конце прошлого года, после четырех лет, военных действий, по сути, хорошо, что они там спали, почти на нет сошли, но есть трагедия, все равно в семьях людей, которые погибли, обмен пленок большой, и вот готовится следующий, но при этом происходят еще какие-то такие точечные, что ли, обмены, да, что это вот было такое, как вы это прокомментируете, куда это все движется? Ну, знаете, ведь происходит так много событий, и происходит так много интерпретации событий, так много экспертов говорят об этих событиях, да, что и о тех, которые могут быть, о тех, которые не происходят, поэтому в вашем вопросе я бы, я понял его суть в том, что, что происходит реально, что происходит то, что важно для людей, для граждан Украины, которые пострадали или страдают на сегодняшний день, а вот в этом плане я бы хотел отметить два события. Первое событие это, я бы его назвал, пусть плохо, пусть не очень, скажем, быстро, быстрыми шагами, но идет процесс Минска, или то, что называется Минские соглашения, они выполняются, они выполняются очень точечно и очень конкретно. Что я имею в виду? 21 числа, 21 января на днях президент Порошенко выдал указ, и он помиловал одну женщину. Одну женщину, он ее помиловал, она выходит из Донецка, она была арестована, он ее помиловал, и она была отпущена на свободу и уехала в Донецк. А вчера точно так же в Оргло, то есть конкретно в Донецке, был выпущен на свободу воин, то есть участник антитеррористической операции, и он уже фактически по дороге домой на сегодняшний день. Об этом СМИ говорят как то, что его выпустили на свободу. Так вот, именно процесс того, что Порошенко помиловал одну гражданку Украины, а из Оргло выпустили другого гражданина Украины, это и называется продолжение того процесса обмена заложниками, который у нас стартовал в прошлом году. Почему это происходит точечно, и почему это не происходит, скажем, обмен десятками людей, или, как говорит принцип «всех на всех», поскольку в этом процессе задействовано очень много людей, мало того, я недавно ехал из Минска в Киев, видел госпожу Герасченко, которая приезжала с саммита европейского, и, понимаете, когда говоришь с политиками, и я хотел у него спросить, но, знаете, потом попридержался и не стал подходить, потому что люди, политики, которые находятся вокруг этого процесса, они очень много шумят, и, с моей точки зрения, мешают самому реальному процессу обмена задержанных лиц. А вот есть человек, я скажу его фамилию не в плане рекламы ему, это Виктор Медведчук, который реально занимается этим процессом. Другой человек, которого в Украине не воспринимает, и поскольку он является лидером страны-агрессора, это Путин. Но именно от этих двух людей зависит точечный обмен и освобождение людей, граждан Украины, на то, чтобы... То есть люди выходят на свободу. Третий человек, который влияет на этот процесс, это Курт Волкер. Вот он сейчас находится в Украине, он дает очень много интервью. Если послушать внимательно то, о чем говорит Волкер, он говорит о том, что на днях у него будет встреча еще с одним человеком, который я его назову, это господин Сурков с Российской Федерации. И вот Волкер говорит, у меня будет встреча с Сурковым, на которой мы будем говорить о двух вещах. Мы будем говорить о продолжении процесса освобождения заложников, и второе, о разводе войск. Давайте о разводе войск поговорим чуть позже. То есть Волкер говорит о том, что они с Сурковым будут дальше обговаривать процесс дальнейшего освобождения граждан Украины из плена или из мест задержания. И Волкер говорит о том, что процесс Минска потихоньку будет продолжаться. Вот это такой конкретный круг, вот это конкретные вещи, которые происходят, а дальше вокруг этого происходит очень много шума и политики, которые, скажем, пытаются пиариться. Особенно депутаты, которые, ну скажем, я могу назвать десятки депутатов Верховного Света, которые в этом процессе не принимают участие, но которые рассказывают что-то, даже не понимая сути и механизма, как это все происходит. И вот на фоне этого, на фоне обмена, на фоне очень таких конкретных шагов, мы приняли, Верховный Свет Украины принял закон, мы его называем, кто-то называет экспертом о деоккупации, кто-то о реинтеграции, но он называется закон о политике Украины по Донецку и Луганску на сегодняшний день. И в этом законе отсутствует фраза, связанная с Минскими соглашениями. На ней копию очень многие ломали, знаете. Дальше. Многие политики говорят, что в этом законе главное, что мы признали страну агрессора. Оставим это дело политикам. На днях, а именно 23 числа позавчера, в Параментской ассамблее Совета Европы была принята резолюция. Резолюция по гуманитарной катастрофе Украины. На этом тоже очень многое пиарится. В чем суть резолюции? Я внимательно открыл сайт, почитал, перевел это на украинский язык, там написано, Андрей, несколько блоков, несколько пунктов, что должна выполнить Украина. То есть мы с вами, наши правители. И в этих пунктах основа основа это, освобождаете вы пленных или освобождаете вы заложников? Как вы с ними работаете? Работают ли с ними психологи? Дальше. Ребята, которые в АТО участвуют, приходят, они освобождаются. Есть ли центры в Украине, которые занимаются психологической подготовкой или психологической реабилитацией этих ребят? Этих нету. Поэтому парламентское ассамблее нам указывает, пожалуйста, власти Украины, обеспечьте реабилитацию этих людей. Второе. Лица внутренне перемещенные. Более 1 миллиона 600 тысяч лиц Украины, граждан Украины, которые покинули места свои, да, где они жили постоянно. Какие у них социальные вопросы? Решены ли они? Могут ли они зарегистрироваться? Могут ли они получать пенсию, пособие? Если есть сложности, а они есть. Поэтому парламентское ассамблее указывает нам, властям, ныне действующим властям, непосредственно, скажем, премьер-министру Гройсману, примите положение, уберите бюрократические механизмы, упростите для людей пользование, чтобы люди могли реализовать свои права просто и спокойно. Вот о чем говорят нам европейцы. Все остальное, как, знаете, политики берут, вот мы там победили, мы не победили. Да никто не победил. Не могут никто из политиков Украины победить, пока у нас, а, идет война, б, у нас люди находятся в задержании или в плену. И с той, и с другой стороны. И вот эти вещи, которые идут точечно, понимаете, вот они происходят, а на 16 января было сказано президентом Порошенко в начале этого года, или, вернее, в 11 января он сказал, что где-то 16-18 будет обмен. А госпожа Лутковская, уполномоченная по правам человека, говорила, что вот где-то к концу, там, скажем, месяца этого будет обмен. Люди, которые, понимаете, я не говорю, кто хороший или кто плохой. Я говорю о том, что в основном на этом процессе масса людей пиарится, масса людей об этом говорят, но или, а, действительно ничего не понимает, либо, б, не влияет на этот процесс. А что касается дальше, именно для простых людей, для нас, граждан Украины. Вот сегодня президент Порошенко говорит о том, что я договорился с госпожой Лагард, руководителем Международного валютного фонда, о том, что Украина получит, где-то, может быть, к концу мая, к июню, 1,9 миллиарда долларов очередного транса кредита. Для чего он нужен? Рассказывает, а что мы, граждане Украины, получим, или что от нас требуется, или что наши власти делают, для того, чтобы получить этот 1,9 миллиарда долларов кредита? Они говорят, нужно на 16% повысить цену на газ. То есть нас, простых людей, украинцев, готовят к тому, что мы к апрелю месяцу должны еще на 16% больше платить, вытягивать деньги, знаете, вытрухивать, где находить, я не знаю, и платить за этот газ. А газ, это значит, Андрей, у нас будут повышаться тарифы. Тарифы будут повышаться на электроэнергию и на тепло. То есть мы еще зиму не прошли, а нам говорят, вы уже должны готовиться к очередному повышению. Поэтому, ну, к сожалению, кроме как вот этих моментов, знаете, освобождения людей из плена, и дай бог, чтобы этот процесс продолжался, я пока больше ничего такого объективно положительного, хорошего для жизни простых людей не вижу. Василий, вопрос по поводу обмена, да? Когда произошел этот первый обмен, ну, и он, конечно, происходил как некое триумфальное шествие того же Медведчука с там патриархом Кириллом и двумя персонажами, которые вот возглавляют сепаратические республики, можно сказать, Ордло, мы вдруг узнаем, ну, вот вы поправьте меня, да, что списки обмениваемых граждан, они как-то уточнялись до последнего момента, и все-таки всех, кого вроде как планировали, не обменяли. В числе тех, кого не обменяли, вот как вы думаете, есть ли там, может быть, какие-то российские военнослужащие, граждане России, какие-то российские офицеры, которые были там на спецзадании, или просто как-то оказались случайно на территории неподконтрольной Киеву, и вот что с ним больше дальше будут делать? Давайте, Андрей, я еще уточню одну позицию. Медведчук, Путин, то есть Виктор Медведчук встречался с президентом Российской Федерации 10 января этого года уже, то есть после обмена, который произошел в конце этого года, у них была встреча, Медведчук приехал в Москву, и эта встреча свидетельствует о том, что вот этот план, дальнейший план обмена людей, он движется, он движется плохо, хорошо, но он движется, да, то есть основа, основа, это договоренность, нравится нам это или не нравится, слушайте, это работает, все остальное не работает. Теперь конкретно на ваш вопрос, вы говорите о людях, о том, почему, и кто влиял, и что произошло. Сам механизм, сам механизм, очень просто для наших зрителей, у нас есть Служба безопасности Украины, это главный орган, который занимается проведением антитеррористической операции в стране. При этой Службе безопасности Украины есть центр, в этот центр ходит, кроме СБУшников, ходят еще силовики, я имею ввиду, там, национальная гвардия, фискальная служба, пограничники, это штаб, который оперативно осуществляет работу, ну, и, естественно, Министерство обороны, но главный все-таки Служба безопасности Украины. Когда готовится вопрос обмена задержанных людей, главным органом, который подает списки от имени Украины, это Служба безопасности Украины. Дальше, Медведчук, как человек, который занимается этим вопросом в трехсторонной контактной группе, он и имеет связь с руководителем Службы безопасности Украины, он берет эти материалы, и он состыковывает списки, фамилии, и так дальше, с руководителями непризнанных республик ДНР, ЛНР или ОРДЛО. Там, в Донецке и Луганске, в этих квази-государствах есть свои органы Министерство государственной безопасности ЛНР и Министерство государственной безопасности ДНР. Они также выявляют людей, которые задержаны, формируют списки, и вот происходит состыковка. Но у нас есть очень много люди, которые попали в такое положение вещей, они ходят по-простому, они ходят под разными статьями. И для того, чтобы их очистить, для того, чтобы понять, за что человек получил срок, сколько он находится в предварительном, камере предварительного заключения, или он уже получил срок, или за какое преступление, то есть его статус. Для этого необходимо, согласно Уголовно-процессуального кодекса, сделать так, чтобы он был невиновен, или анистирован, или, может быть, если человек уже вышел из тюрьмы, то есть он отсидел свой срок, но его еще не пускают физически, он находится еще в колонии или где-то. Это разные статусы. И вот эта работа по очистке, она происходит достаточно долго. А вот дальше мы говорим о конкретных лицах, мы говорим о конкретном механизме, а дальше на этот процесс влияют политики. И вот один из политиков, которые влияют на это, к примеру, там та же Ирина Герасченко, которая была уже непосредственно в день обмена задержанной милиции, она говорила о том, что этого вычеркнуть, этого забрать, этого убрать. Точно так же есть сведения, что с той стороны тоже есть люди, скажем, которые влияют на этот процесс и, знаете, реагируют на вот этот обмен, потому что в день, когда происходит обмен, журналисты этот вопрос освещают, родственники волнуются, адвокаты в этом процессе, политики. Вот происходит такой, знаете, чуть ли не на нервном срыве, люди, которые в этом заинтересованы, выпустят, а не выпустят. И вот я почему говорю, что политики, которые наши, с нашей стороны, которые на этом процессе пиарятся или которые этот процесс вмешиваются, я не знаю, какими мотивами они руководятся или почему они принимают такое то или иное решение, но действительно даже уже процесс в конце прошлого года, когда процесс обмена был осуществлен, мы до конца не знали, а сколько всего людей действительно были обменены. И до сих пор происходят комментарии, что вот даже там, по-моему, один из людей, одна женщина, она была отпущена боевиками, Ордло, но она сказала, я не хочу отсюда выезжать, потому что здесь мои родственники и так дальше. Это же живые люди, это живой процесс, мы с вами говорим о схемах, мы с вами говорим о влиянии. Но, кстати, российские граждане есть среди тех, кого мы задерживаем, ну там, удерживаем пока? Есть другой блок вопросов. С военными билетами? Есть другой блок вопросов. Опять-таки, скажу вам, что где-то дней 10 тому назад было официально публикацией о том, что президент Порошенко встретился с руководителем Украинской Православной Церкви. И они говорили, и президент Порошенко просил Ануфрия повлиять, посодействовать процессу, дальнейшему процессу обмена заложниками, и дальше он сказал, а также обмена гражданами Украины, которые арестованы и которые отбывают покарание украинскую мову над территорией Российской Федерации. А уполномоченная по правам человека Лутковская назвала несколько десятков тысяч людей, то есть граждан Украины, которые находятся, находятся, арестованы или задержаны на территории Российской Федерации. Десятки тысяч? Десятки тысяч. Там разные были цифры, разные цифры были сказаны. То есть, речь идет о категории граждан Украины, которые арестованы или находятся скажем под следствием у правоохранительных систем Российской Федерации. Да, я говорю в разном статусе. Есть люди, есть граждане Российской Федерации, которые арестованы и находятся под следствием или подсудимые уже на территории Украины. Если мы говорим о вопросе обмена арестованными людьми, гражданами Российской Федерации, которые находятся на территории Украины и гражданами Украины, которые находятся на территории Российской Федерации. Этот вопрос пока он обсуждается, он теоретизируется, но он не имеет пока практического воплощения. Почему? Россияне говорят, что Российский, по крайней мере, Следственный комитет Российской Федерации, он говорит о том, что подождите, о каком обмене мы можем говорить, если это люди, которые приступили с законы Российской Федерации. Это не те люди, которые воевали, которые были участниками АТО. Это люди, которые совершили... Но когда мы смотрим, и я интересовался некоторыми личностями, то есть некоторым гражданам Украины, которые там пребывают, то им в то же одними из видов преступлений или в совокупности им меняется то, что они воевали или принимали участие в антиритеристической операции. Понимаете? То есть как бы все равно подводка такая. Этот процесс пока не происходит, он обсуждается, и видите, это хорошо, кстати, что Порошенко обращается к Украинской Православной Церкви, потому что мне кажется, что это единственный или чуть ли не единственный организация, назовем, это же не государственный орган, который реально имеет влияние на этот процесс, она реально имеет влияние на людей, на умы людей, ну, это работает. Не всех людей, безусловно, но это имеет влияние на этот процесс. Владимир Владимирович, когда мы говорим о законе о деоккупации, реинтеграции, вы сегодня коснулись вскользь его, только один человек в студии, но там даже, может быть, важно было назвать эту фамилию, но может даже это были и вы, упоминает еще о том, как быстро был принят закон о приватизации чего-то вот в Украине и с допущением какой-то доли, вот об этом тоже коротко было упомянуто, каких-то там чуть ли не российских, не знаю, фирм, олигархов, актериалистов и так далее. Кроме, наверное, россиян, еще кто-то задействован в приватизации имущества Украины и всего, что тут у нас есть, еще есть, что продавать, здесь, в общем-то, так заявлял основательно, что нам надо понимать, что продавать, для того, чтобы на мировом рынке как-то чувствовать себя поинтереснее. Вот, на ваш взгляд, этот закон, какой он играет роль и для кого он был принят, вот так же, скажем, да, ну, в чьих интересах? Мы переходим немножко к другим вещам, уже не просто, как бы, хотя этот закон, на самом деле, касается нас, в первую очередь, гражданам Украины, потому что, ну, де-факто, это наша собственность, если это собственность государства, а мы с наших денег формируем бюджет государства, то это наша собственность. А по факту, действительно, знаете, все, что у нас делается в стране, вот есть политика, есть такой остро спаримый вопрос деоккупации, реинтеграции, копья были поломаны, сколько там, три дня, бились-бились, и как только вот выдохнули депутаты, они быстренько там за несколько часов приняли очень важный закон о приватизации. Они внесли в этот, в те правила, которые у нас были приватизации ранее, они внесли несколько новелл. Первое новелло, законодатели, говорят, запретили россиянам, или, скажем, русскому бизнесу, или лицам, которые имеют отношение с русским бизнесом, принимать участие в приватизации объектов украинских. Запретили? Да. А второе, можно много, можно много говорить о том, что будет, как будет, как объекты будут, будут ли приватизированы школы, садики, я имею в виду больницы, в основном это, в основном интересуется зданием, поскольку очень много зданий, например, Министерство охраны здоровья, оно находится в том же Киеве, оно находится в центре города, и дорогая земля, да, где они находятся. Так вот, есть, естественно, объекты промышленные, тот самый Одесский припортовый завод, да. Так вот, интерес к этим объектам имеет, скорее всего, не так российская сторона, хотя, наверное, тоже может иметь не так украинская сторона, как, мне кажется, что в первую очередь к этим объектам интерес имеет группа Ротшильдов, то есть, такая страна, как Великобритания, такая страна, как Соединенные Штаты Америки, почему? Почему я так считаю? Дело в том, что в середине июля прошлого года, 2017 года, премьер-министр Гройсман был с официальным визитом в Великобританию, и он обещал на встрече с Ротшильдом, бароном Ротшильдом, он гарантировал, Гройсман гарантировал, что в Украине будет осуществлена приватизация в этом, в 2018 году, и приватизация будет осуществляться по английскому праву. И, как обещал господин Владимир Гройсман, премьер-министр, так оно и получилось. Я читаю редакцию закона, за который проголосовал Верховный Совет, и там действительно в переходных положениях написано, что до 2021 года приватизация, которая у нас сейчас будет проходить, она будет, скажем, находиться в правовом поле именно английского права. То есть, если вдруг какие споры будут по приватизации, по объектам, по нарушениям, то спорить мы должны, ну, кандидаты, должны спорить не по украинскому законодательству, а по непосредственному английскому праву. Что это такое? Это премьер-министр Владимир Гройсман договорился с владельцем группы Ротшильдов, а группа Ротшильдов, напомню, на следующий день является основными кредиторами Украины, частными кредиторами, да, о том, что мы вернем, мы гарантируем вам, что мы деньги, которые вы вложили, да, в Украину, мы вам вернем, путем приватизации. А знаете, когда что-то готовится, вот в нашей стране готовилась приватизация, и когда премьер-министр договаривается с основными кредиторами о правилах проведения приватизации, иными словами, можно сказать, что премьер-министр говорит Ротшильду, вот какие объекты вас интересуют, я вам гарантирую, что эти объекты все будут ваши. так она выглядит. я вспомнил немножко такую историю нашей современной украинской, не только украинской, в общем-то, все советские республики бывшие прошли эпоху, хотя это был короткий период, ваучерной приватизации. простая мысль, для того, чтобы тебя экспроприировать, как капиталиста, как экспроприировать, ты должен стать каким-то собственником, хотя бы условным, хотя бы символическим капиталистом, хотя бы ненадолго. И вот в этом юридическом акте с ваучерной приватизацией как раз и было спрессовано это решение по лишению нас всех прав собственности, в конечном счете. Как-то было проделано великолепно, началось это с Павловской реформы или когда-то. Просто затронули тему, что мы как будто бы все, ну и те, кто работал на этой, скажем так, земле, в этой стране, в этой республике и раньше, там два поколения предшествующих родителей, там вот, моих и ваших, тоже там, дедов и прадедов, и не только война, но и раньше, чем-то тут занимались, там, начиная с Днепрогресса. Вот эти люди, ну формально, пусть они были такими со-собственниками этой социалистической собственности. Они чувствовали, они, знаете, они осознавали, что они со-собственники, но это и было де-факто тогда. С какого-то момента, там, в общем-то, социализм и госкапитализм, там почти, их не различали, и, наверное, за этим есть, там, какая-то теория большая. Мы сейчас говорим о другом, о том, что вот на этом этапе, уже, независимости и становления украинской государственности, вот как вы считаете, это вызывает, ну, или как-то вызывает в какой-то массе, вообще, вопросы, или люди настолько смирительны, что есть частная собственность, и все это не их, и никогда им не принадлежало, и поэтому, будь что будет, Вы назвали три категории, я не хочу теоретизировать с вами, но три категории вы назвали независимость, да, вы назвали независимость государства Украины, вы назвали уже дальше собственность частная, да, и вы назвали то, что, ну, я так понял, знаете, в правовом поле действительно, были ли мы собственниками, ну, в правовом поле, так вот, никакой независимости государства Украины нету, к сожалению, Мы не то, что не чувствуем ее, мы понимаете, так как я, я вот, например, недавно слышал интервью Байдена, вице-президента Соединенных Штатов Америки, и как он говорит, что было с властью в 2014 году, как он говорил, кто будет премьер-министром Яценюк или кто-то, как он лично давил на Яценюка и Порошенко, чтобы они сняли генерального прокурора, поставили кого-то другого, то, извините, это господин Байден просто дает подтверждение тому, что мы с 2014 года находимся в жестком внешнем управлении Соединенных Штатов Америки. Ну, так, поэтому о независимости мы не можем говорить. Независимость в плане человек-собственник, а знаете, именно если Мосте взять Советского Союза к нам, вот если мы, когда была ваучерная приватизация, в первую очередь человек получил, люди, которые получили от Советского Союза квартиры, они их приватизировали. И наиболее ощутимо, наиболее, как украинское можно сказать, дотычную, люди чувствовали себя собственниками, потому что это квартира моя, я собственник квартиры, и там дачку я приватизировал. То на сегодняшний день, даже вот это самое последнее, да, или самая первая, самая последняя вот эта вот дотычность, она может быть позбавлен, человек может быть позбавлен, поскольку если он, если человек не уплатит за коммунальные платежи, за тарифы или за что-то, то у него могут через суд это забрать, через суд могут выставить это на продажу и продать. Поэтому мы не только лишились той собственности, которую нажили в Советском Союзе, той, которая была оформлена, приватизирована у нас сейчас, за вот эти годы, а мы просто окажемся на улице. Я имею в виду мы, как, ну, непосредственно индивидуум, да, гражданин Украины на сегодняшний день. Второе, то, что вы говорите, общая собственность, да, которая тоже наша, да, скажем, всеми нами, всеми нашими, всеми нашими предками построены и Днепрогресс, и, ну, давайте возьмем конкретную вещь, транспортная труба, да, газотранспортная труба, да, которая идет с Сибири, в Европу, по которой качается газ, да, мы его транзитируем, вот это наша труба. Как бы даже не дружба называлась. Это, 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 да, это тоже наша собственность. Так вот, Ротшильды в октябре месяце выиграли тендер, поставили там своего управляющего, и эта труба будет тоже приватизирована. Никто у нас с вами не спрашивает, а что произошло с этой трубой, почему у нас такие долги возникли, понимаете, то есть, почему у нас цены на газ увеличиваются, 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 а мы не можем рассчитаться за своими долгами. То есть, вопрос, знаете, так поставлена, так поставлена на сегодняшний день ситуация, что мы на этот вопрос не влияем. Поэтому теоретически мы думаем, что это наша собственность или мы со собственностью, а практически мы лишаемся этой собственности. И, наконец, глобальный ответ на ваш вопрос. Все, что происходило после момента развала Советского Союза и чем оно закончится сейчас, можно охарактеризовать только двумя словами. Все, что было государственное, все, что было советское, все, что было общественное, оно посредством этой бумажной приватизации и отчасти приватизации квартир переходит в руки конкретным капиталистам, господам Ротшильдам и же с ними. А мы, извините за выражение, посмотрели на этот процесс, пощупали и видим, что в этой роли, к сожалению, в этом процессе мы просто статисты. Знаете, есть такой оптимизм в духе классика, конечно же марксизма, там Фридрих и Энгельс, кажется, говорит в «Деректе природы», да, что все равно там через какое-то время, там, ну миллионы лет, земля, ну я так вольно, сказать, перекладываю на язык нашего разговора, да, каким-то остывшим там комком, например, грязи упадет на оставающее солнце и закончится вот это, в общем-то, существование человечества всего, там неясно, что там будет капитализм, скорее всего, какой-то, наверное, империализм загнивающий. Но с железной необходимостью на одной из планет какой-то новой системы, похожей на Солнечный, да, возникнет новое человечество и оно все-таки доразовьется до какого-то более справедливого строя, назовем его там реальный гуманизм или коммунизм, не так важно. Такой оптимизм, это для вставки, а вообще-то вот вопрос последний, он тоже такой глобальный, поскольку связан с глобализацией, вот даже когда мы говорим о Давосе, это все проявление глобализации. Это форум глобалиста, это 100%. И все сейчас цитируете цифры, думаю, вы даже их точнее знаете, сколько там какой-то процент ничтожных миллиардеров владеют там просто совокупным состоянием, на которое, в общем-то, трудятся, ну, подавляющее число землян, там какие-то миллиарды. Знаете, есть просто спор в том, что это один процент или это два от общего количества людей. В общем-то, нам понятно, что неплохо бы, если не все, то хотя бы часть этого, как там говорили когда-то, эти вот сейчас уже даже не преследуют, забытые какие-то люди, что как-то неплохо бы там поделиться или поделить даже, взять и поделить, но мы не об этом. Мы сейчас вот о том, что есть такая тенденция мировая, особенно она в последние годы, когда мир все более един, там все близко, так называемая пролетаризация. Пролетаризация вот масс людей, украинцев в том числе, которые живут здесь, будучи, не знаю, инженерами, врачами и так далее, даже бизнесменами мелкими, которые, в общем-то, и средние, ну, вот бизнес, он вышел на Майдан, это в Киеве было, да, мы видели, что это в основном были, ну, не пролетарии, не рабочие. Это были не студенты, это были там не военные, слава богу, это были даже, ну, кто, ну, это были вот горожане, киевляне, и вот эти люди тоже, они подвергнуты этой тенденции пролетаризации. Часть, как на Западной Украине, о которой вы лучше знаете, чем я, давно уже выезжают за границу, начиная с Италии и так далее, на работу, и просто эти дома растут, как грибы. Я с вами согласен, что как раз именно вот западные украинцы, которые выезжают на заработки. Они первые начали. Да, первые. Ну, и в Россию туда. Теперь, которые выезжают и в Европу, и в Россию на заработки, приезжают с деньгами, тратят денежку здесь, содержат семью, и потом уезжают. В чистом виде, ну, в том классическом варианте, это как раз пролетариат, тот пролетариат, который есть на сегодняшний день. Там пролетариат, вот там тонкость есть же, опять, что это обязательно наемный работник, который должен трудиться, как писал Марс, даже в частной школе, да, то есть на собственника он должен, не просто на государство, а на собственника. Так вот, эта пролетаризация украинских граждан, да, вот вы думаете, она имеет какое продолжение, или какое будет иметь, может, завершение, это рано говорить, да, но к чему это ведет дело? Самое главное, я вам скажу два момента, люди, которые зарабатывают эти деньги, люди, которые содержат свои семьи, люди, которые, они все работают у частных собственников, как минимум, то, что мои наблюдения, они не хотят войны. Я, имея там сотни встреч с людьми, они мне пишут до сих пор, да, никто из них не хочет, а, воевать и не хочет войны. Поэтому люди хотят трудиться, люди хотят получать за свой труд соответствующую зарплату, и, кстати, и неплохо, что они выезжают, я имею в виду для самих людей, потому что им платят больше. Если у нас собственник частный, к примеру, у Львовской области, платит человеку 7 тысяч гривен, а он, выезжая в Польшу, получает 27-37 тысяч гривен, то он говорит тому же собственнику, послушай, ты мне платишь мало денег, я ухожу к другому. Он заставляет таким образом нашего повышать чуть-чуть, но пока, пока что процесс не происходит. И к чему это вот идет, потому что особенно вот эта западная Украина, если даже, ну мы вспомним даже то, что во время Майдана, помните, когда началась война, это одна, вторая, третья мобилизации, ну и понятно, там и волонтеры, и добробаты, но именно на западной Украине же были вот эти факты, когда против мобилизации, даже там матери выходили. Оттуда все началось. Они остановили Путина, я бы так сказал. Они абсолютно правильно, они были против мобилизации, сейчас они против, они не идут в воинские части, они против войны. Они, это действительно тот, скажем, ну скажем, это те люди, которые дают синергию, и я понимаю, что этот процесс может превратиться во что? Ну, знаете, для того, чтобы сделать вывод, еще нужно архатизировать такую вещь. Вот война, которая у нас сейчас происходит, или антитеррористическая операция, да, она как должна закончиться? Чем она должна закончиться? Миром? Миром. Так вот, если она заканчивается миром, один из способов того, что общество и люди, которые живут на западной Украине, в Киеве, они должны сожительствовать с другим сообществом. В Словакии, в Австрии, Франции и так дальше. То есть здесь должно произойти некое образование новое, которое будет, я не знаю, как оно будет называться, это будет называться Европейский Союз, это будет называться как-то по-другому, но это будет общество совершенно другое. И вот в том обществе, как мне кажется, практически, да, пролетарий, или то, что вы говорите, люди, рабочий глаз, все равно должно произойти социальное перераспределение. Или то, что называется, ну, Андрей, по-любому богатые должны поделиться, или бедные должны отобрать, но по-любому без этого процесса не будет. Скучновато без этого. И даже вот еще мне встретилась такая, ну, замечательная, простая мысль, такая, не приходит в голову сразу, да, что, в общем-то, ведь Восток Украины, то, что сейчас вот связывают больше с какой-то традицией, чуть ли там не Донецкой Криворожской Республики, там, понятно, книга Корнеевов написала, она не очень, наверное, продается у нас, но мы забываем, что это же была как раз восточная окраина европейского капитала, да, все эти юзовки и так далее, до революции, что там было? Это же были, самышленно есть, там, ну, европеизированные в таком смысле индустриальном области, и оттуда люди, эти 3 миллиона с лишним, да, вполне могли бы тоже, ну, радоваться этому не радость, другой вопрос, но объективно так, они могли бы, лишившись рабочих мест у себя, вполне стать этими трудовыми мигрантами и влиться вот в ряды рабочего класса Европы. Ну, понимаете, сейчас есть один фактор, вот мы вспомнили за американцев, вот штатовские эксперты говорят, что в Украине промышленность должна умереть, вы должны стать аграрной страной, вы должны быть кормилицей всего мира, и на этом надо закончить, то есть, одним словом, они говорят, что здесь должна произойти, скажем, ну, если по-простому, мы должны уничтожить любую промышленность, которая существует в Украине. Индустриализация, по-простому. Да, индустриализация, да, но, как вам сказать, если в мире, многие говорят, что она стартовала, там, в таком-то году, многие говорят о том, что она стартует, да, там, четвертый этап новой технологической революции, да, когда говорят, даже в Российской Федерации, говорят о том, о роботизации, об искусственном интеллекте, о многих-многих-многих других вещах, да, которые Россия финансирует, об этих вещах говорит Китае, я уже не говорю о Соединенных Штатах Америки, то в Украине нам говорят, нет-нет-нет, ребята, никакой промышленности, никакой революции в индустриальной, у вас должно быть наоборот, то-то, все на паке, да, вы должны быть крестьянами, вы должны быть, вы должны работать на земле. Я очень грубо говорю. Там сельхозработники, их станет меньше, это будет пролитаризация, да, то есть, и вот это противоречие, и вот это противоречие, одно из тех, о которых я сказал, что должно произойти переход капитала, да, скажем, это не уравниловка, но вот, когда это произойдет, вот этот фактор американского давления, и этот фактор того, что называется, вы должны обрабатывать земли, вот мне сложно, понимаете, мне сложно это охротизовать, когда это может произойти, то есть, это может произойти через 10 лет, через 20 лет, или через какое время. И последнее. Мы невольно, мы невольно, и вы тоже здесь как бы поддерживаете этот такой, ну, такой псевдолозунг момента, но нет такого лозунга, да, потому что все равно люди, они же не хотят сидеть обрабатывать землю, да, большинство людей хотят зарабатывать нормальные деньги, и вы сказали точно, что даже наши предприниматели по большой малой нужде должны побольше платить уже там где-то на Западной Украине, да, и это дойдет и до какого-то центра, хотя здесь там сфера обслуживания и так далее тоже, кстати, работает на частный бизнес, поэтому, мне кажется, что вот такая угроза, она не то, что там преувеличенная, но не только это является, ну, каким-то лозунгом сегодня жизни, вот что еще интересно бы? Ну, смотрите, если мы еще чуть экономику возьмем, 75-80% ВВП нормальной страны, это услуги, то есть 15-20% это производство, это производство, да, там еще есть IT-технологии и так дальше, поэтому, если мы говорим о том, что, о пролетариате, если мы говорим о рабочих людях, о рабочих специальностях и так дальше, то сфера услуг, она становится, она заменяет, она заменяет сферу производства, то есть, безусловно, мы должны понимать, что объективно, если мир становится логистом, ну, в основном, да, вот вы здесь занимаетесь производством такого-то товара, вот вы здесь производством такого товара, то этот товар нужно передвигать, этот товар нужно доставлять, этот товар должен быть, ну, скажем, подан вовремя, вкусно, в таком-то, вот, и вот здесь, мне кажется, что качество рабочих специальностей, а откуда качество рабочих специальностей, это, ну, как минимум, как первую очередь, Квалифицированная рабочая сила? Абсолютно правильно, то есть, образование, это, скажем, я не знаю, это будет там среди... После реформы у нас будет нормальное образование. Ну, дай бог. После реформы у нас будет нормальное образование. К сожалению, сейчас у нас тут подпирают в следующем время гости, но, Василий Ильич, очень важно, чтобы мы вышли на какие-то обобщения, и еще нам в этом предстоит, может быть, разбираться и подумать, и спасибо за интервью, продолжим. До свидания. До встречи на Укрлайфе, и с нами был Василий Лакаров, мы продолжаем трансляции на Укрлайф ТВ.